Ребята, привет! Ребята, смотрите, переделал я кофры. Вот так, вот с этой стороны. Вот смотрите, раньше приходилось расстегивать и застегивать вот эти ремни. Они начали перетираться. Ну и вообще, в целом, такое себе имело удобство. Очень каждый раз приходилось застегивать и расстегивать неудобно очень. Я сделал вот, смотрите, крючки такие вот. Вот, открываешь, все это стало запрывать. Соответственно, вот видите, тут колечко такое продуваешь и застегиваешь колечко. Все. В общем, такие крючки стоят 30 рублей. продаются в магазинах, где продаются всякие ткани и фурнитура. В общем, ребята, выдвигаюсь я на покатушку. На покатушку. И в общем, ладно. Так. Так. Вот посмотрите. Да. ребята всех приветствую у нас сегодня 24 октября я как вы видите субботнего утра посещаю лес на своей мотоцикле тут микро эндуро устроил если так можно выразиться тут короче помните если я ореховском водопаде побоялся через безуминку форсировать на своем мопедики здесь внизу он там видите вниз если спуститься там есть такая же примерно лечушка только спуск чуть пологий и подъем более пологий но так по глубине и так проскочил кроссовок намочил правда один а вот еще вверх смотрите дорожка и все сырое здесь лес сырой вот прям земля такая мокрая сантиметра на 3 на но если по камням поехать вот по этим можно забраться наверх но и сейчас страшновато потому я свернул вот видите сюда в уголок только думаю воспользуюсь удобством модернизированных кофров и испил кофейка вот смотрите как это работает еще раз покажу вам раз два легким движением руки мы извлекаем из кофра баночку горячего свежего молотого кофе что ребята сейчас я камеру переключу и буду пить а вы это будете смотреть ну кто захочет конечно ну вот ребятушки продолжим наши утренние посиделки для вас возможно это будет вечерние видите это вы видите это осенний лес очень красиво здесь камера конечно не передает вот эту всю красоту игру света и тени любом случае я надеюсь ваше воображение дорисует это все видите я устал короче мне нужна шея пододевать баф этот видите сегодня отдел такой вот капюшон тире чарльз вот ребята сейчас еще утро прохладно днем то можно вообще просто одевать куртку и черепаху этого будет достаточно в общем не удается мне пока приспособить этот смартфон для того чтобы снимать на ходу никак это не получается у меня по крайней мере короче надо какую-то экшн камеру я посмотрел новая самая дешевая стоит 12 косарей что-то вообще я не готов нет у меня таких денег потому что не готов потратить я просто их нет так что пока бомж контент у нас смотрим вот на остановках только то что я снимаю вот так вот ребята ну чё голосуем лезть мне в эту гору не лезть упасть не хочется вообще если честно по другой стороны остановиться нельзя будет посредине потому что конечно сразу же заглохнешь пойдем пешочком пройдемся для начала нет ну тут очень мокро очень вот по этим камням если попасть можно подниматься но здесь видите канавка какая-то ее надо будет перепрыгнуть довольно скользко нету подняться то можно но скользко все было по суше там прямо чисто эндураловская тема смотрите че не знаю на мопеде тут еще темно всех тонкостей не видно не знаю мне кажется рановато мне еще такое эндуро трип двигаться попивка я лучше по старческий кофейка и поеду себе дальше вам на сегодня я уже преодолел водную преграду это уже какой-то опыт так что я считаю что не зря уже чему-то научился еще ребята вот делюсь опытом я давно уже придумал такую тему что вот что у меня питьевик что-то кофейник видите он как отлично встает вот в это место тут такое отверстие так ставишь на фонарию в общем-то стоит издали это конечно на ходу ставьте когда вы короче стоите где-нибудь там пьете и вот нужно руку освободить а поставить особо некуда на землю не хочется вот так это ставится сюда на ходу нельзя такое делать ну ладно все пока парни вот двигаюсь я в сторону русской мамайки вернее уже почти здесь не нахожусь в общем такой вид отсюда здесь прям гора очень высокая спускаешься с перевала и практически сразу попадаешь в дикий подъем который длится почти километр вот он вниз уходит если увидите из только на 1 я смог подняться на первой передаче так что такие вот дела этот самая верхушка дальше там проезд на барановку и я остановился чтобы во-первых насладиться видом вам этого записать а во вторых чтобы немножко дать остыть на бедке потому что я думаю она перегрелась очень сильно когда какой подъем ну кофе хапану заодно взбодрюсь тоже вот ребята я почти в самом верху огромное огромное море тут вид такой короче два километра в гору на первой передаче он смотрите тут очень крутой подъем практически вот под 45 идет постоянно то русская мамайка называется там далеко-далеко впереди вам море мамайка сама которую не русская уже солнце оппозитно снимаю так что это качество не очень будет хорошие так вот ребятушки ну тут машину ездят с эти вот мерседес едет сейчас пока не буду снимать его ведь что мне всегда ребята нравилось сочи так это то что здесь все кладбища на самых вершинах гор то есть болото тебя не положит здесь помирать здесь веселее чем на равнине потому что такое дело на сегодня вот смотрим русская мамайка это все где-то вон сам сочи красивый такой кладбище а майка он там внизу с этой стороны он сергей поле где мы вчера пытались за этим вот этим перевалом догомыс уже но видите здесь еще догомысу не прожили тоннели приходится ехать через перевал и здесь вот эти все перевалы нужно прорыты насквозь вот мы сейчас ходим здесь а то под нами туннель который ведет сам сочи собаки что-то разлоились кстати чаевод где вчера я был если вам где-то там дальше мган чем такие вот дела ребятушки смотрим донская внизу нет центр тут люди покоятся ну вот покатушка удалось ребята ну